Следы порушальника державной мяжи выявил пограничный нарад заставы Дзивин. На место выехала оперативная группа. При отработке следа было обнаружено два мешка. Предположительно, несколько человек пытались незаконно переместить через государственную границу 63 килограмма янтаря. Он был разделен на маленькие мешочки. Зараз пограничники суместно с иншими силовыми структурами проводят расследование по выявлению особ, которые имеют дошенение до незаконного перемещения Бурштыну про сдержанную мяжу. А так само у дельников схем нелегальной доставки его до места призначения и наступной реализации за межами Беларуси. Так само проводится экспертная оценка Камянев. По попередней информации, кошт контрабанды может скласти не меньше за 30 тысяч долларов США. А пошни выпадок незаконного перемещения про смяжу Бурштыну на участку Пинского погранотрада был спинен в мае этого года. Когда гражданин Республики Беларусь перевозил в микроавтобусе около 7 килограммов янтаря, на тот момент сумма оценки составила больше 200 миллионов белорусских рублей, ну, понятное дело, не динаминированных. К гражданину Республики Беларусь был привлечен к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и понес ответственность. У Шервене, в Пинском районе, у непосредной близости от мяжи, был зафиксованный факт незаконной сдобычи гэтага Камяню. Трое мясовых же хоров были притягнуты до отказности за порушение природоахоунных законодавства и пограничного режима. Агульная сумма штрафу склала коля 160 миллионов нединаминованных рублев. Субтитры создавал DimaTorzok